Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Друзья, пользуйтесь, этот материал точно будет полезен вам, если вы ориентируетесь на фундаментальный фон. Также есть большое количество постов с прицелом на технический анализ. Как и всегда, мы открыты к предложениям, поэтому если вы хотите, чтобы мы что-то добавили, обязательно об этом пишите. И еще одно объявление. Сегодня традиционный для понедельника состоится вебинар правильный понедельник в 16.00 по московскому времени. Обсудим, друзья, самые горячие темы, самые важные новости последнего времени, ну и традиционно классически. Сегодня в течение дня вам будет предложено несколько тем на выбор в телеграм-канале. То есть у вас есть возможность поучаствовать в формировании и создании, скажем, контента. Так, что касается этой недели. Сейчас, учитывая то, что геополитика, события номер один, номер два и номер три, может быть, даже будет и не совсем правильным строить конкретные торговые идеи вот на ближайшие торговые сессии, потому что мы видим то, что геополитика в моменте влияет на рыночное настроение. Если фон ухудшается, идет спрос на защитные инструменты, снижается спрос на риск. Если фон улучшается, у риска появляются шансы отыграть потери. И риск меняется, как бы, позициями с защитными инструментами. Мы, конечно же, будем держать руку на пульсе, друзья. Я для вас готовлю контент каждый день, поэтому если фундаментальный фон для вас не пустой звук, обязательно не пропускайте ролики, тем более, что 10 минут, и, в принципе, вы знаете обо всех событиях последних торговых сессий. Но, в целом, что у нас есть в качестве наследия прошлой недели и с чем мы продолжаем работать? Индекс доллара 95.81 именно на тех уровнях, которые я сейчас констатировал, это те же самые уровни, что были в прошлый понедельник, можно, в принципе, остановиться, потому что доллар, при всем уважении к нему, сейчас самый вялый инструмент. И, скорее всего, так будет продолжаться до мартовского заседания. Я об этом говорил также на прошлой неделе. Но, если вы забыли за неделю, почему я все-таки смотрю побычи в отношении доллара, напоминаю, что очень много сигналов от представителей американского регулятора, что ставка неуклонно будет повышаться более быстрыми темпами. То есть, заметьте, мы уже не говорим о том, что будет ли она повышаться. Нас интересует только лишь того, насколько агрессивны эти решения будут приниматься, как часто, и насколько в плане повышения базисных пунктов этот рост будет, собственно, осуществляться. По мнению самого одного из самых, скажем так, авторитетных представителей американского регулятора Джеймса Булларда, уже к июле мы будем наблюдать за ставкой в 1%. Причем он активно сейчас уже призывает, что во втором полугодии этого года нужно начать уже сокращать баланс. И помня, как он влияет на настроение в рамках голосующего комитета, я думаю, что, в конце концов, его мысли будут транслироваться среди его окружения. И, в конечном счете, эту идею подхватят и многие другие голосующие члены. И, соответственно, на траекторию агрессивного повышения процентной ставки, в порядке того, что к концу этого года ключевая ставка в США достигнет 1,5%, вот мы должны ориентироваться на это, мы должны ждать, что такие изменения уже очень скоро произойдут, и, соответственно, ждать, когда же доллар на этом фоне получит достойную поддержку. Пока доллар не раскачался, у нас есть всегда запасной вариант. Это пара доллар-иена, которую мы рассматривали с точки зрения покупок примерно от уровня 115 иен за доллар, и, в принципе, пара там же сейчас, потому что периодически доллар только соберется расти, как тут же ухудшается фон, связанный с событиями в Восточной Европе, и повышается спрос на японскую иену. Ну, в конечном счете, я думаю, что пыль вот этих новостей уляжется, и доллар сможет выйти в лидеры в рамках этого дуэта финансовых активов, поэтому считайте, что если раньше вы не открывали длинные позиции, то сейчас точно стоит присмотреться к таким на перспективу ближайших там нескольких месяцев. Золото очень хорошо отработали мы на прошлой неделе, мы достигли цели в 1900 долларов за тройскую унцию. Напоминаю, что причин для поддержки золота, хоть отбавляй, это и высокая волатильность американского фондового рынка, и не только всех мировых фондовых рынков. Это инфляция, которая зашкаливает во всех регионах мира, это снижение реальной доходности американских облигаций. И форс-мажоры в виде геополитических событий, потенциальной эскалации напряженности в Восточной Европе, это, конечно же, то, что традиционно, как общий фонд, как отношение инвесторов к рисковым инструментам и не только, и как объяснение поведения инвесторов, что они делают, когда на финансовых рынках, или, скажем так лучше, в мировой экономике начинает пахнуть жаден. Конечно же, они стараются перепарковать свои активы в те инструменты, которые всегда характеризовались повышенной защитностью. И золото – это один из них. Сити, друзья, после событий в Восточной Европе и после того роста, который мы наблюдали на прошлой неделе, значительно повысили свой прогноз по ожиданиям восстановления этого актива на ближайшие три месяца на 125 долларов сразу. И сейчас они ждут золото на отметке 1950. Я жду примерно там же золото, тем более, что Кайман по-прежнему нам сегодня, с самого утра, продолжает сигнализировать о том, что толпа засела в продажах. Ждем еще одну волну покупок и движение золота выше. Рынок нефти – 91.04. Конечно же, пока мы с вами заложниками остаемся фона, связанным с событиями в Восточной Европе, динамика будет больше располагать к покупкам этого актива, потому что, в принципе, общий новостной фон, который сейчас касается отношений России и Украины, он, в конечном счете, трейдерами интерпретируется как то, что может привести к усилению санкционного режима в адрес российской экономики. Если ранее мы говорили о серьезном расхождении между способом и предложением, то, конечно же, дополнительные санкции в адрес энергетического сектора российской экономики может еще больше усилить вот этот кризис предложения. Тоже я некоторое время назад вам детально про это все рассказывал. И пока такой риск сохраняется, лично я склонен полагать, я разделяю точку зрения многих инвестбанков, что золото еще не добилось своих локальных максимумов. 100 тысяч мы точно сможем увидеть. Две пары дуэта рисковых активов против доллара – евро, доллар и фунт, доллар. Здесь длинные позиции остаются в приоритете, потому что я считаю, что краткосрочный потенциал роста у обоих активов у евро и фунта еще сохраняется. Особенно у британской валюты после выхода сильного отчета по рыночным продажам в пятницу. Розница выросла на 1,9%, и у Банка Англии есть еще один аргумент в пользу того, чтобы в марте снова повысить процентную ставку, а потом сделать то же самое в мае и в августе. Цели 1,37-1,38 актуальны, по евро скромнее, целевое ожидание 1,1450-1,15. Американский фондовый рынок S&P пока что смотрится вниз, 4,300 и ниже. И что касается биткоина, здесь с учетом восстановления корреляционной связки с американским фондовым рынком и на фоне того, что эскалация напряженности конфликта в Восточной Европе может сбросить фондовые индексы, я думаю, что нужно считаться с этой корреляционной связкой, понимать, что активам цифрового рынка, биткоину и многим альткоинам также в ближайшее время, скорее всего, придется не сладко. Поэтому я по биткоину по-прежнему жду 30 тысяч, как говорил ранее. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok